Добро пожаловать в игрушку ТАПСО и Класс Дариде. В этой серии у нас будет один танк зафиксированный, то есть он не будет ехать, будет стоять на месте с группой поддержки из 10 юнитов против сотни, ребятки, против сотни различных юнитов. Я сейчас вам покажу, чтобы вы точно видели. 100 юнитов против танка, давайте смотреть, что будет, это будет интересно. Боже, боже мой, это что-то невообразимо с группой поддержки, это просто какая-то имба. Чтобы вам это было нагляднее видно, 120 мечников против танка с группой поддержки. Что ж, давайте смотреть, начинаем, погнали. Мы специально замедляем. Сейчас он будет стрелять, ну-ка. Раз! Два! Три! Просто подряд, ребятки, боже мой, что творится. Что здесь происходит? Это просто дико, ребятки. Он просто всех разносит. Навряд ли кто-нибудь дойдет, я думаю, никто не дойдет, ребятки. Тут нужно юниты. Офигеть, тут юниты нужно посильнее. Давайте посмотрим дальше, что будет. 37 катапульт против танка. Я не знаю, что сейчас будет, но давайте смотреть. Это будет дико, ребятки. Начинаем. Катапульты. Танк уже начинает стрелять, боже мой, он уже стреляет. Катапульты, кажется, застряли. Они не могут подъехать. А танк тоже не может подъехать, потому что тут юнит один, который им мешает. Можем, в принципе, взять этого юнита. Где он? А вот стреляет, стреляет! Дальше пошел. Он не может доехать. А если я вот этого юнита возьму? Я не могу, я не могу ехать, потому что, видите, я стою. Я могу скинуть их, конечно, всех. Я могу выше взять, стрелять. Я очень быстро стреляю, боже мой. Это что-то невообразимо, ребята. Ну, понятно, тут просто мусорка какая-то. Давайте посмотрим. 100 королей. Это 150 тысяч против танка. И его помощников за 100... За 11 тысяч 100. Сейчас мы приблизим, чтобы вам показать, как это все выглядит. 100 королей. Просто 100 королевичей, ребятки. Они стоят, ждут своего... Часа, своей очереди. Ну что ж, давайте смотреть, как это будет происходить. Начинаем. Давай ракурс поменяем. Первая, первая пошла. Боже мой. Мне кажется, они просто не дойдут. Один вроде дошел, но они падают, ребят. Короли тоже ничего не могут сделать с этим. Может быть, все-таки есть шанс? Я даже не знаю. Нет, ребят, просто без шансов. Танц группы поддержки, это просто имба какая-то. Офигеть. 100 бычков против танка, ребятки. 100 бычков. Я думаю, у них есть шанс, так как они могут прыгать и быстро дойти до танка и разобраться с ним. В общем, давайте смотреть, смогут ли они справиться. Начинаем, let's go. Начинает стрелять уже танк. Сбивает. Нет. Боже мой, я не знаю, получится у них добраться или нет, но это жестко. Это жестко, ребятки. Они просто идут толпой. Идут, идут. Танц лет просто как из пулемета, ребятки. Как из пулемета. Просто не дает им никаких шансов добраться до него. Офигеть. Ребят, я поставил коняшек, но у меня просто больше не влазит. 86 коняшек влезло. Давайте посмотрим, смогут ли... А возможно доберутся. Они быстро очень бегут. Довольно-таки быстро бегут. Я думаю, у них есть шанс. Ну, давайте. Я уже хочу, чтобы кто-то добрался, но слишком часто. Слишком быстро стреляет, ребятки. Танк, что у них просто нету никаких шансов. Там сейчас будет просто сгустка, ребятки. Сгустка коней. Ну, кто-нибудь. Чё? А, 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 это всё что ли? Шансов ноль. Ребята, у меня просто 15 фпс. Смотрите, кого я им поставил. Давайте я вам покажу. Это надо замедленно вам показывать. Боже, боже мой. Капец. Сотни, ребятки. Сотни. Офигеть. Просто непонятно, что происходит. Надеюсь, у меня комп не взорвётся. Ну что ж, давайте смотреть. Сотня смерти против танка. Начинает стрелять. Боже мой. Ооо. Нет. Оно просто всё разлетается. Офигеть. Даже в центре где-то взрывается. Не, ну это всё, это капец. Я даже не знаю. Ну, танк должен победить, я думаю, да? Или доберутся? Я думаю, они не доберутся, ребята. Давайте смотреть на это. Просто сгустка чего-то непонятного. Что происходит? Что там происходит? Что творится? У меня просто пять кадров. Это надо замедлять. Только так можно посмотреть и разобраться, что примерно происходит. А происходит какая-то непонятная каша. Нет. Группы поддержки, конечно... Коса чуть не убил. Я одного из группы поддержки. Ему просто повезло, ребятки. Да. Танк с группой поддержки просто непобедимый. В общем, я решил поставить сотню боксёров. Это которые за сто тысяч. Я не знаю, смогут ли они победить или нет. Давайте посмотрим на это зрелище. Очень красиво смотрится. Соти, ребятки, сильных юнитов. Офигеть. Ну что ж, давайте смотреть. Let's go. Погнали. Замедлим. Замедлим это действие. Начинают стрелять. Ну кто-нибудь доберётся? Ну они довольно-таки сильные. Но он всё равно раскидывает. Они просто падают, ребят. Они просто падают. И не могут добраться. Ё-моё. Ну хоть один. Они добираются. У них есть шанс. Был шанс. Они близко подошли. Ну нет. Не могут. Офигеть. Танк побеждает с группой поддержки. На хренеть. Я просто охреневаю. Мне нравится эта игра. Мне нравится моё дело. Спасибо, ребятки, что поддерживаете. Ставите лайки, пишите комментарии. Дальше будет только интереснее. Так. Ну что ж, ребятки. Хоть их не сто. Но всё равно мне хочется посмотреть пушки. Смогут ли они достать. Я думаю, у них есть хорошие шансы. Но нет. Ну хотя бы один. Ну просто никто не стреляет, ребят. Просто никто не стреляет. Блин. Так. В общем, влезло 19 танков. Как думаете, кто победит? То есть один танк с группой поддержки или 19 танков. Причём этот только стоит, а эти могут передвигаться. Ну что ж, давайте посмотрим. Я думаю, они успеют выстрелить. Ну же. Один хотя бы выстрел. Один выстрел нужен. Нет. Выстрел. Да, два. Они стреляют. Начинают стрелять. Разносят. Да, ребятки, шансы есть. Они... Наконец-таки кто-то смог убить. 19 танков развалили. Один танк с группой поддержки. Неужели хотя бы кто-то? Знаете, что тут происходит? Просто всё в огне. Всё в взрыве. Тут непонятно, кто выжил, кто нет. Но потери, конечно, велики. Потому что он очень быстро стрелял. Он в 10 раз стрелял быстрее. То есть один танк, по сути, как 10. Но вот броня у него, конечно, не увеличилась. И поэтому он проиграл. Да. Наконец-таки. Один с три падает. Причём тут все живы, но он уже падает. Но он, видимо, сам съехал. 89 пиратов, ребятки. Вот таких вот бородачей. Против одного танка. Давайте посмотрим на это зрелище. Начинают стрелять. Они довольно-таки сильные. Сейчас пойдут гиганты после них. Сейчас будет самое интересное. Походу, никто не дойдёт, ребят. Никто. Какая толпа, боже мой. Офигеть. Ну, я думаю, никто против танка не выживет. Да. Это конец. Офигеть. 10, наверное, было слишком много. Надо было всего лишь двоих хотя бы поставить. Группу поддержки, да? Тогда было бы круто. Тогда у них бы был шанс. А так просто без шансов. Танки единственные, пока кто смог победить. Я просто не знаю, кто ещё может. Ребята, я тут подумал. Всё-таки есть шанс у моих любимых кузнечиков. Вот этих вот бородатых ребят. Викингов, ребятки. У них есть шанс. Давайте посмотрим. Вот их сотня штук. Сотня против одного танка. Ну что ж, лосьго, погнали, посмотрим. У них шанс в том, что они могут прыгать. Им надо прыгать уже. Ну нет. Рассыпались. Очень быстро. Если бы они прыгнули, тогда у них был шанс. Но они просто не успели это сделать. Ребят, ну опять же, только в 87 вошло гигантов. Тут явно сотня никак не сможет зайти. Ну что ж, посмотрим первые гиганты, ребят. Как мы видели, в принципе, один гигант может победить одного танка. Но этого танка хорошая группа поддержка из 10 ребят. Потому что давайте посмотрим, что будет происходить. Боже мой. Боже мой, они просто сыпятся, ребят. Они просто сыпятся. Это не танк, а какая-то пулемётная машина, ребят. Офигеть. Ну как тут выживешь? Преимущество заключается в том, что они падают, да? Они даже не умирают, они просто падают. А потом только разбиваются. Ну это невозможно, это невозможно. Он очень часто стреляет. Они просто в шоке, да, ребят? Единственное, пока кто танка может победить, так это танки. Танки могут победить танков. Улетел. 55 деревяшек, ребятки. 55 вот этих Йети против танка. Ну что ж, давайте смотреть, да будет интересно. Начало замедленно. Посмотрим, как это будет отсюда смотреться. Пу. Он выдержал один удар. Второй. Третий. Он просто стопит других. Ну тут в линию двое не входят. Офигеть. Что сейчас будет происходить? У танка еще хорошее преимущество, что тут тонкая тропинка. И по этой тропинке просто они не могут дойти. Офигеть. Боже мой. Не, ну это все, это конец. Никто не дойдет. Это надо издалека стрелять. Давайте перед финалом каких-нибудь мушкетеров, что ли, возьмем. Ребят, я сам их взял метких стрелков. Вот за 900, 100 штук. Давайте посмотрим. Они должны попасть. Ну-ка. А нет, им надо подойти немножко. Ой, нет. Ребят, ну никто не может, никто не может стрельнуть. Им надо ближе подойти, чтобы выстрелить. Из-за этого, из-за этого, ребятки, они все проигрывают. Ну, собственно говоря, то, зачем мы сегодня собрались. Это гиганты, ребятки. Тут много не влезут. Тут реально много не влезут. Один сразу, наверное, упадет. Поближе можешь его поставить. Не, ну мне кажется, что он упадет. 25 гигантов, ребят. 25. Мне кажется, они просто не дойдут. Давайте смотреть на это. Начинает стрелять. Но он выдержит атаки. Раз. Он много выдержит. Он будет других тормозить и стопит. Другие не могут дойти. Видите, один уже падает. Ну, это было очевидно. Он на крашке стоял. Так, ладно, смотрим. Может быть, все-таки дойдут? Он много-много ударов впитывает. Много выдерживает ударов. Надо проходить. Надо толкать друг друга. И вперед. Да, давайте, ребята. Ну, видите, он падает. Они падают, ребятки. Из-за того, что они падают, это невозможно. Да, ребят. Из-за того, что они падают, это просто невозможно. Как долго держался. Ну, ладно, ребят. Это еще не все. Это еще не конец. Есть кое-кого шанс. Сейчас мы это увидим. Ребят, этот человек просил не называть его имени. Да, ребят. Он сказал, я один разберусь с этим гаденышем. Ну, что ж, давайте посмотрим. Сможет он разобраться или нет? Ты серьезно? Да, ребятки. Он один разобрался с ним. Давайте его подальше. Боже мой. Посмотрите, что тут творится. Какая мясорубка. Никакая группа поддержки не справится. Не поможет, ребятки, против разработчика игры. Ой, я случайно сказал это. Это был разработчик, и он все просто испоганил. Ну, в смысле, в хорошем плане. Он разобрал всех. В том плане то, что, блин, не стоит связываться с ними. Красиво, да? Можно прямо на рабочий стол вот этот взрыв поставить. Решили его поставить вдалеке, чтобы он не успел дойти. Там, чтобы уже стрелял. Когда он начнет стрелять, я не знаю. Начинает стрелять уже! У него какая-то защита, смотри. У него защита, взрыв не проходит. Взрыв не проходит по нему, ребята. Это невозможно. Мне кажется, его невозможно убить. Танк просто начинает бомбить. Когда у него защита пропадет? Пока у него есть защита, это нереально. Ну нет, ну нет, 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 нет. Он заходит, он доходит. Он дошел. Боже мой. Даже издалека он не смог его одолеть. Ну что ж, есть еще один сюрприз. Давайте так же вдалеке его поставим. Он сказал тоже, он говорит, хм, этот разработчик много о себе возобнил. Я тоже справлюсь. Ну, на самом деле, это разработчик, но он использует запрещенную программку, да, ребятки? Давайте посмотрим, сможет ли он победить. Сказал, что он один справится. Делайте ставки, справится он один или нет. Че? Чего? Он проиграл? Прикол в том, что, смотрите, что осталось от танка. Просто колеса и дуло, а самого танка нету. Он куда-то испарился. И осталась группа поддержки. Группа поддержки победила. Он просто не заметил. Я не знаю, они куда-то улетели. Вот это кто такой? Это танкист. А там что такое вообще? Что происходит? Я не долечу до него. У меня просто... Я не могу долететь, ребят. Это жестко, это жестко. Я не понимаю, что происходит. Капец. Давайте теперь посмотрим в замедленной съемке, если я запечатлю это. Начинаем. Вот он летит. Полетел. Он слишком быстрый. Вот его ошибка, ребят. Но с танком он справился, но группа поддержки осталась. Даже снаряд. Даже снаряд сможет попасть в него. Бум! Сносит. Просто всех сносит. Полетел дальше за ними. Видите, его ошибка в том, что он дальше полетел. Там остались группа поддержки. Он полетел дальше за ними. Развернулся. Вот этого решил поймать. И все. По сути, он умирает. Да, ребят. Из-за того, что тут нету кислорода. Вот его траектория даже видна. Он проигрывает в том, что остается группа поддержки. Давайте двоих поставим. А вот двое побеждают. Ну, в общем, как-то так, ребятки. С вами был канал AlexPlay. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам хорошее настроение. Будет еще много экспериментов. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока. Нажми на колокольчик также. И зайди на канал AlexPlay. Там много чего интересного. Жду тебя там. Всем пока.